Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Сегодня я поговорю о пылесосе. Есть у нас широкая линейка пылесосов. Вот один из них это Bosch Gaz 35 с ручным сбиванием. Вот. И купил я к нему фильтр. Фильтр был приобретен на Allegro в польском. Вот. По себестоимости, конечно, он выигрывает по сравнению с нашими предложениями, потому что стало нам 20 долларов. Вот. А обычные фильтры, кстати, это полиэстеровый фильтр. Вот. То есть им можно собирать воду, мыть его, когда он забьется и так далее. Вот. А это оригинальные Bosch, который шел вместе в комплекте с пылесосом. Вот. Обычный фильтр у нас предлагают за 50 долларов. Полиэстеровый я не знаю, но это я, как Bosch. Вот. Какие проблемы? Подойди чуть-чуть ближе. Сами. Сбоку с торца снимем. Вот изначально мы видим, что оригинальный фильтр у нас по высоте чуть-чуть меньше нового фильтра. Вот. Что это нам, как говорится, дает? Первое. Пылесос перестал взбивать. То есть он начинает тянуть, как бы все нормально, но перестает взбивать. Сейчас я вам это покажу. Включаем пылесос. То бишь видим, на оригинальном фильтре все у нас сбивает хорошо. Хорошо. То есть мы даже чувствуем по пылесосу, что он стал у нас труднее заканаться, крышка стала труднее прилегать. Вот. Включаем пылесос. Вот. То бишь вы увидели, что пылесос у нас перестал взбивать. Вот. Я думаю, что это проблема в данном фильтре именно в высоте его, то есть в оборотной резинке. Вот. Потому что резиночка у нас, вот эта, которую я вначале говорила, она у нас по высоте больше. Вот. Сейчас мы попытаемся что-то придумать. Может быть, как-то ее подрезать. Вот. И тогда покажем вам результат. Ну вот, примерно мы отрисовали, сколько нам нужно будет срезать. Вот. Сейчас мы это делаем, пробуем срезать и посмотрим, что будет. Покупать все-таки нужно фильтра оригинальный, вот. Потому что уже был у нас, до этого фильтр автомобильный мы пробовали колхозить. Вот сейчас купили мы на Allegro, было написано ГАЗ-35. Вот. Такой же фильтр. Короче, результатов никаких не принесло. Пробовали мы подрезать, вот его по нужной нам высоте. Это нам все равно не помогло. Так что, что мы с этим фильтром делаем? Отправляются он у нас в мусорку. Вот. Покупаем оригинальный фильтр, потому что, чтобы не было у нас такого, что скупы платят дважды, а в нашем случае уже трижды. Вот. Так что, кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.